Охота и рыбалка Этот год для нас всех во многом стал непредсказуемым. С нами уже нет автора телепроекта, горячо любимого и уважаемого моего отца. Он открыл для многих мир охоты и рыбалки, познакомил зрителей с уникальной природой Севера, людьми и жизнью Якутии, показал традиции национальной культуры и самобытность северян. Его кредо — ценить традиции, и я, его сын, вместе с творческим коллективом редакции продолжаем его дело. Охота и рыбалка В этом году, отдавая дань памяти Александру Ильичу, мероприятие мы провели на его родине, в Хангаласском Улусе. Место выбиралось недолго. Александр Ильич вынашивал идею создания семейного проекта по туризму, в частности, открытие глэмпинг-парка «Берег легенд». Это комфортный отдых на берегу Лены с сафари-тентами и уютными домами. И в день проведения полевой кухни 2019 турбаза «Берег легенд» приняла своих первых гостей. Погода в этот день выдалась не самая благоприятная. Но серое небо и дождь не повлияли на боевой настрой истинных любителей активного отдыха. Ведь настоящие экстремалы считают, что у природы нет плохой погоды. Субтитры создавал DimaTorzok Организаторами полевой кухни 2019, посвященной памяти Александра Ильича, выступили редакция телевизионной передачи «Охота и рыбалка» в Якутии с учредителем проекта «Техническим центром телевидения и радиовещания». Также большой вклад в организацию внесли администрация муниципального района Хангаласский ЛУЗ, Союз обществ охотников и рыболов в Якутии и Министерство по делам предпринимательства и развития туризма республики. Это пропаганда здорового образа жизни, пропаганда активного отдыха. Сегодня мы здесь собрались для такого замечательного фестиваля. Фестиваль уже у нас проводится в девятый раз, и сегодня он у нас уже, можно сказать, вышел на республиканский уровень. И думаю, мы все с вами тоже не забудем идейного вдохновителя Александра Ильича, который придумал как и саму передачу «Охота и рыбалка» в Якутии, так и данный фестиваль-конкурс. Еще раз поздравляю всех здесь собравшихся. Ну и командам пожелаю удачи, творческих, тут сказать, конкурс не просто кулинарный, но и творческий. Творческих успехов и, конечно же, победы. Ура! В этом году на фестивале принимали участие 8 команд, состоящие из трех участников от предприятий и организаций республики. В кулинарном поединке сошлись следующие конкурсанты. Команда Ильича. Участники, представленные от ГУПТ-ЦТР. Победитель прошлогоднего фестиваля – аэропорт Якутск. Команда «Беркут». Намский техникум и в этом году не стал наблюдать со стороны и выдвинул свою уже опытную команду КГБ – команда «Графского берега». Администрация хангаласского улуса выставила своих кулинаров – команду «Патриот». Честь ВПК Якутии отстаивала команда «Общество чистых тарелок». Они – постоянные участники проекта. Темной лошадкой конкурса выступил на удивление отлично подготовленный новичок – мальджагарский первый наслег – команда «Мальджагар». Впервые принимала участие в фестивале команда «Телекухня» от имени НВК «Саха» и телеканала «Якутия-24». Также свою команду под названием «Сбор» выставил сплоченный секретариат Борисова Александра Ильича. По положению фестиваля команды должны приготовить блюда из охотничьих и рыбацких трофеев, выпавших им по жребию. То есть, какими именно продуктами предстоит иметь дело, изначально не знает никто. Номер четыре, пожалуйста, четыре чистых, очень хорошие. Номер три, пожалуйста, мешочек берем. Команда «Наша Сбор» готова на кухонный спорт. Команда «Мальджагар» – мы готовы. Команда «Беркут» – наш девиз – дружить всегда, дружить везде, дружить на суше и в воде. Команда «Патриоты» готова к проведению фестиваля. Команда «КГБ» стопроцентно готова к проведению и участию в фестивале. Наш девиз – «Азбар кэхбар, ассох кэхсох». Команда «Патриоты» готова к проведению конкурса. Начинаю с десяти, все вместе. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Итак, дорогие дамы и господа, республиканский конкурс. Полевая кухня 2019 объявляется открытым. Конкурс проводится в два этапа. Первая часть – это приготовление холодных и горячих блюд из попавшихся дичи, мяса и рыбы. Вторая часть конкурса – творческая презентация приготовленных блюд членам жюри. В течение двух с половиной часов участники на открытом огне должны приготовить настоящие кулинарные шедевры. Среди представленных продуктов были гуси, утки, боровая дичь, мясо косули, лося, изюбря, а также различные виды рыб. У нас будет стейк из осетра с овощами гриль. У нас будет лосось слабосоленый, осетр слабосоленый, будет у нас закуска холодная, салат сделаем со ситром, засолим его с тимьяном. С мясом еще пока не поняли. Посмотрим, какие кусочки, что у нас там будет. Скорее всего, вот ребрышки. Давай икру нам. Мы уже решили, что будем готовить. Там вот гуся у нас пока разделывают, сейчас будем щуку жарить, ну и будем на гриле готовить стейки. Пока так. Нам попался дикий гусь, то это олень-пёсь. Попалось два черка и попало к нам 3 килограмма мяса оленя. Сердце сахатого и ребра. Так, будем готовить гуся. Вот я уже начал готовить. Где моя эта черпавка? Вот она. Гуся я начал готовить. Отделил мякоть от костей. С костей мы будем делать суп, с мякотью мы будем готовить мясо гуся с яблоками зелеными, в сливках, со специями, соль, перец и прочее. Я предлагаю минут через 40-30 подойти, продегустировать. Хотя бы бульончик. С кусочком черного хлеба можно мокнуть. Мы будем готовить отзывные рулетики из изюбра. Так, рыба у нас будет запеченная в фольге на углях. Это щука, свежая. Очень хорошо чистится. Сейчас мы ее разделаем. Должна получиться очень вкусно. Мы думали, что здесь длины нет. Конечно, готовились. Но на что готовились, то и не пришло к нам. Конечно, мы на речную рыбу как-то рассчитывали. А у нас попалась одерная карась. Ну, ничего. Тоже что-нибудь сделаем. Сейчас готовим. А сейчас что будете готовить? Сейчас мы из мяса и из сердца фарс сделаю я сейчас. И люля-кебаб планируем сделать. Вот. Дети, переоборудовали. Глазу я думаю. Важной целью конкурса является формирование корпоративного духа среди команд-участниц. Раскрытие их креативных и творческих способностей. Кулинарный праздник проводится уже девятый год. С прошлого лета, выехав в Намский Улус, фестиваль-конкурс обрел республиканский статус. Участники, проявляя свои фантазии и умения, могут приготовить неограниченное количество блюд за предоставленное время. Как говорится, кто на что гораст. А болельщики и зрители не имеют права помогать конкурсантам. Нарушение чревато вычетом очков у команд. За всем этим наблюдает компетентное жюри. В некоторых командах помогают. Что это, в принципе, недопустимо. Если в команде три человека, то должны три человека работать. Есть в командах помощники. А так, в принципе, все слажено, все хорошо. Ощипывают, правда, дичь не очень чисто некоторые. Ну, это вот в полевых условиях, впустимо. Ну, это скажется на баллы. Скажется немножко на баллы, может быть, да. Глен жюри. Во-первых, должен пройти все вот это вот сам. Как мы, некоторые члены жюри. Участвовать в команде, в полевой кухне, в фестивале. Уметь самому готовить. Понимать, что такое. Разделать дичь, рыбу. Некоторые радуются, что поддается гусь. У него есть проблемы свои. Его надо общипать. Нужно время. Для приготовления этого же гуся требуют, чтобы хорошего качества блюда получилось. Нужно время. Но ограниченное время очень сложно сделать вкусное блюдо из гуся. Вот это очень критичный момент. Что по жребию там досталось команде. Это тоже очень много значит. Но самое главное, чтобы команды были оптимистично настроены. Чтобы они могли не просто там красиво подготовить это блюдо. Чтобы оно было вкусное. Сервировка стола. Как она подается. Как она будет рекламироваться в дежуре. Это очень важно. Потому что не только вкусовые качества, но командный дух немаловажное значение имеет. Кремль в жюри должен равно оценивать команду. Понимают. Есть друзья, товарищи. Мы за них, конечно, душой болеем. Но оценка должна быть достаточно объективной. Чтобы победитель, кого выберут, по количеству набранных баллов и так далее. Это было справедливо, что ли. Блюда, приготовленные участниками на открытом огне, были разнообразными. Многие домохозяйки отмечали и пристально следили за готовкой диковинных блюд. Я просто любой стою, как они готовят. Смотрю, да. Наблюдаю за парнями. Что-то мало для себя. Да. В таких условиях и такой ассортимент большой приготовленных блюд. Я просто в восторге. Новички фестиваля, команда первого мальджигарского наслега, собрала вокруг себя наибольшее количество болельщиков. Ребята участвуют в конкурсе впервые, но многие отметили удивительную слаженность их действий. Ну, я первый раз пришла и вот болею за своих земляков. Они тоже первый раз выступают здесь, принимают участие. Парни хорошо, все так активно работают, слаженно для первого выступления. Команды сильные, да, потому что они уже, видно, не первый год уже, поскольку мы и находимся на этих фестивалях. Сильные команды. Хочу отметить, конечно, команду аэропорта. Они вообще просто работают, ну, как говорится, из-под ножа, но совершенно прям профи. Есть такие некоторые, конечно, у некоторых команд недоучеты, но ничего, сейчас посмотрим. Часик остался еще. Все-таки природа, улица, поле, как говорится, да, полевая кухня, поэтому здесь кое-какие нюансы, на них закрываются глаза, естественно. Как-то все-таки на природе все должно быть натурально, естественно. Пока конкурсанты были заняты созданием своих шедевров, для гостей проводился мастер-класс по приготовлению утки и гуся от шеф-повара Службы эксплуатационно-технического обеспечения Общепита Дома правительства Сергея Иванова. Ну, на человек, если хорошо покушать, ну, на человек 15 хватит. А тем временем два с половиной часа, отведенные на готовку, истекают. Еще совсем немного, и будет подан сигнал о завершении первого этапа, и команды спешат нанести последние штрихи и сервировать столы для презентации. Ну, я уже так давно участвую в полевой кухне, наверное, меня особо ничего не удивило, кроме погоды сегодня. Стойкость наших участников, что, несмотря на ветер, дождь, они, смотрю, готовят такие же замечательные блюда, а может быть, даже в этот раз будет еще и лучше, чем обычно. Так что все идет замечательно в своем режиме, несмотря ни на какие погодные условия. Молодцы наши участники. Итак, первый этап завершен. Начинается этап второй. Презентация блюд. Чем будут удивлять компетентные жюри, участники полевой кухни 2019? Мясо и такое мясо, оленятина. Мы все делали, что? Мы сделали сук с овощами. Мы отбили утку. Хоть отбили от мякоти, мякоти. С мякоти мы сделали жаркое, тушеное яблоко со сливками. Зеленое яблоко. Это утка или гусь? Вот это тушеное яблоко с перцем, с яблоком и со сливками, с зеленью. Получилось у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, восемь, восемь. Больно приготовлено следующим образом. Значит, освободили тыкву от семян. Соответственно, нарезали, шинковали саму плод тыквы. И пожарено было с лучком и на горячем сливочном масле. Следующим, ображарено было отдельно у нас само мясо. Было, значит, сердце, половина у нас сахатого. И косуля с язычком кто-то уже даже скушал. Это что? Вот, ну это розмарин. И, соответственно, это все было, опять же, потушено на сливочном растительном масле и добавлено вместе с тыквой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Меоприятие ожидаемо потрясающе просто вдохновляет на какие-то кулинарные изыски. Мы сегодня удивились просто тому, что может, можно приготовить из наших национальных якутских продуктов. нас просто покорила подача, потому что каждая команда, она действительно подошла с душой. И мы реально удивлялись, когда обычные водители, как крайняя команда у нас презентовала такие блюда шикарные, по-пекински практически утку приготовили на костре. Я считаю, что это тот фестиваль, который действительно должен жить, должен выходить, может быть, даже за пределы республики. Вот и подошел фестиваль-конкурс «Полевая кухня-2019» к завершительной части. Настал кульминационный момент сегодняшнего дня нашего фестиваля. Мы начинаем торжественную церемонию награждения 9-го республиканского фестиваля «Полевая кухня-2019». По итогам доседания членов жюри, абсолютно все команды были награждены специальными призами от наших партнеров и спонсоров. Приз главы Хангаласского Улуса и номинация «Таежный ресторан» присуждается команде «Беркут». Выбор жюри удостаивается команда «Патриот». Сертификат на отдых от Глэмпинг-парка «Берег легенд». Приз главы Мальджагарского первого наслега, сувенир из кости Баянай и номинация «Национальные секреты» достаются команде «Сбор». Самой слаженной командой объявляется команда Ильича и получает приз от магазина «Мир охоты и рыбалки. Резиновую лодку». Номинация «Самое диетическое блюдо» присуждается команде Мальджагар. Приз от Нюргуна Павлова «Поездка на катамаране кочевник». Участниками с самым изобильным столом жюри посчитало команду «Общество чистых тарелок». Приз предоставила Ассоциация гостеприимства Республики Саха-Якутия. Самая оригинальная презентация, по мнению судей, была представлена командой «Телекухня» и удостоилась приза от «Якут. Охот. Рыболов. Союза». Номинацией «Лучший фирменный рецепт» удостаивается команда КГБ и получает сертификат от магазина «Охотник». Также специальным призом министра по делам предпринимательства и развития туризма Ирины Высоких была награждена команда «Телекухня». А капитан команды «Сбор» удостоилась спецприза мэра города Якутск Сарданы Афксентьевой. Третье, почетное место, жюри присудило опытной команде «Беркут. Аэропорт. Якутск» имени Платона Аюнского. Приз им достается «Шатер» от ФПК «Якутия». Второе место занимает новичок фестиваля, дружная команда мальджигарского первого наслега и получает в подарок походную кухню. Приз, выставленный ТЦТР. Ну а звание лучших кулинаров фестиваля конкурса «Полевая кухня-2019» удостоилась команда Ильича, представляющая Технический центр телевидения и радиовещания Республики Саха. И заслуженно получает главный приз – денежный сертификат от Министерства по делам предпринимательства и развития туризма. Также все призеры получили в подарок якутскую национальную посуду от компании «Камелек». В этом году передача «Охота, рыбалка, полевая кухня» была посвящена Александру Ильичу. И мы, так как команда наша, команда Ильича, мы приложили все усилия, все свои знания для того, чтобы выиграть. Большая ответственность легла на нас. И мы сообща, дружно нашей командой, каждый что-то лучшее, что-то хорошее внес в это. И придумали такие блюда, которые, ну, стали, видимо, эксклюзивными. Почему мы заняли в этом году первое место, это, конечно, для нас было неожиданно, но это хотелось бы. Вот так, в память Александра Борисова, на реке Лена, в глэмпинг-парке «Берег легенд» прошел республиканский фестиваль-конкурс «Полевая кухня-2019». Мы выражаем признательность нашим партнерам и спонсорам, которые помогли в организации и украсили этот чудесный кулинарный праздник. Также благодарим всех конкурсантов и гостей за интерес к проекту и активное участие. Ну, а на этом мы прощаемся с вами. До свидания, до новых встреч! ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ